всем доброе утро у нас выпал снег сегодня открыв шторку на кухне я обнаружила что у нас абсолютно везде лежит снег и вот столько у нас градусов сколько там плюс три с половиной примерно так нам прилетели уже голуби ждут еду я пью кофе в таком стакане сегодня решила а снег смотрите еще идет прям валит потихонечку я думаю что это начало зимы да уж красиво конечно но не охота если честно авелина у нас ходит кушает то апельсин то киви мы с ней позавтракали так это мокро сейчас будем убираться до зайку кушать не надо доченька и бери в ротик зайку у нас на самом деле вроде чисто но нам нужно протереть полы на же робота сейчас нету и я вот шваброй сама упражняюсь варюшка поздоровайся вот авелина тут раскидывает постоянно что-то нужно поднимать убираться она кстати разрисовала еще больше тумбу она он вся не считая вот этой стены чачи ой вспомнила про качель в общем пойду я сейчас быстренько прошвырнусь по квартире а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дома относительно чисто, не считая зала. Там опять уже вели не на порядок. У меня варятся яйца. Уже, я думаю, сварились, можно будет сейчас их убирать. Сварила картошку. Здесь помяла немножко рыбу. Это консерва у меня. Тесто поставила дрожжевое. Оно уже у меня подходит. Сейчас буду стряпать. Достала крабовое мясо, кукурузу. А все для чего? У нас сегодня приезжает мама. А точнее, они сегодня поехали в своего рода паломничество. По храмам Тельмы, Иркутска. И даже в Листвянку их сейчас повезли. И на обратном пути мама останется у нас. Не поедет домой. Как все в автобусе. И я решила приготовить пирог с рыбой и картошкой. Сделать салатик. И у меня есть еще суп куриный с лапшой. Так, ну что? Салат у меня готов. Буду сейчас делать пирог. Тесто у меня чуть-чуть не дошло, как я бы хотела с шапкой. Но у меня уже нет времени, на самом деле. Мне кажется, мама скоро приедет. И мне нужно еще начинку успеть смешать. Я еще, кстати, добавлю сливочное масло, чтобы пирог был такой не сухой. Ну, начинка, чтобы такая была немножко пропитанная. И все, буду уже заниматься тестом. Кстати, снимать некогда. Я все помыла. Сейчас буду формировать это все на противень. Поэтому, наверное, снимать не смогу. Сейчас уже делаю второй слой. Пирог у меня будет закрытый, поэтому, ну, закрывать буду вот этим слоем вторым. И хотела показать вам, какое тесто получается классное. У меня, кстати, на канале есть рецепт этого теста. Я его когда-то пробовала приготовить по одному рецепту на своем канале. Я оставлю ссылку, если кому-то интересно, или подсказку на это тесто. Оно получается прям вот всегда. Оно хорошее такое, видите, прям. Это для несладкой выпечки. Такое вот для пирогов, для булочек. Так, ну что, вот покажу вам первый слой мой, второй. Закрываю. Немножко порвала тесто. В общем, такой вот пирог получается. Решила на большом противне сделать. Застелила все силиконизированной пергаментной бумагой. Обалденная вещь. Кто ее придумал, тесто не липнет. Это не простая дешевая бумага, которую я раньше брала. Вот видите, всему учишься в жизни. Все. Здесь, короче, сейчас буду заделывать дырочку. Вот. И еще у меня остался кусочек теста. Придумаю сейчас какие-нибудь листочки. Еще что-нибудь, чтобы оно не пропало. Ну что, вот такой вот вариант у меня получился. В общем, из остатков теста я тут дырочку залепила. Здесь сделала два цветочка. Типа листочек. В общем, это все на скорую руку. Отправляю. Но думаю, надо ли смазывать его. Может быть, его надо смазать желточком, чтобы он был поярче. Даже не знаю. Смазать, не смазать. Вообще никогда не смазывала я. Ну что, по такому случаю заказала еще доставку. Потому что кое-чего у меня не хватало. И допустим... Дядя! Да, дядя нам принес, да, доставку сейчас? Варя чуть не упала. Ладно, сейчас покажем. Так, ну что, открыла. В общем, сегодня удачно попалась мне Алексеевская сгущенка. Она по скидке была. Я ее взяла. В Коле у нас просто тоннами сгущенку ест. Акинское молочко. Хорошо, что оно было. И колбас... Ничего, оно такое маленькое. Я думала, она побольше. Она совсем такая небольшая. Колбаску молочную взяла. Так, сюда уберем. И масло для скрипник. Что там? О, круассаны ты достаешь. Но ты их не доставай, доченька. Это мы будем на завтрак. Я взяла. Баба будем кормить круассанами. Так, здесь у нас что? Давайте здесь распакуем. Это я взяла Коле вот такой чок-чок попробовать. Он любит. Какую-то вот я увидела маленькую упаковочку. Ну, чай ему попить на работе или дома. Не знаю. Мы не брали. О, Авелиночка, хлеб падает. Это, кстати, тебе парижский багет. В тот раз мы брали чаобату. Она оказалась такой маленькой. Это вообще... Так, а тут все? Больше ничего нет. Ну что? Сдох чайник. Мы достаем запасной, который у нас есть. Так, давай покажем. Делаем. Куда? А, вот мама его сюда положила. Так, вот новый чайник. Ну, какой новый? У нас был. Когда-то он у меня на работе стоял. Потом принесла. Мы покупали, потому что у меня на работе... Я подумала, что сломался чайник. На самом деле он не сломался. Там что-то с этим было. С удлинителем. И у нас такой запасной вариант всегда стоял дома. Вот этот чайник. И мы думали, когда уже придет его черед. Потому что этот чайник много раз сломался. Коль я его налаживал. И надо протереть какой-то он грязненький чуть-чуть. Хотя он вроде новый стоял. Вот. И вот такой вот. Самый простой, самый обычный. Мы покупали чайник на запасной вариант. И вот он пригодился. Сейчас я его буду подключать. Первое кипячение уже было. Поэтому, ну, так, знаете, чисто формально. Потому что он пахнет. Я сейчас прокипячу воду. Уберу вот эти вот все штуки. Подключу его. И все. А тут, видимо, уже все совсем выкидывать. Потому что то у него крышка там ломалась. То он там еще что-то у нас не работал. Коль я его делал, делал. И в итоге все. Ну, он у нас очень долго прослужил. С 18-го, по-моему, года. Четыре. С половиной где-то, наверное, прослужил. Все. Сейчас подключу этот. Этот тоже нам подходит. Он такой серенький. Только не прозрачный. То, что... Все. Включаем. Ну, вот. Красненькая будет такая вот лампочка. Дай-ка протрем его. Так. Ну, что? Вот такой вот пирог у меня. Буду его нарезать. Вот такой срез получился. Я с краю нарезала. Попробовала. Ну, мне кажется, пирог вкусный. Удался. Спросим у мамы, потом мы уходим. Ну что, Авелишка готова. Переоделись, да? В красивую маечку. Я ее уже сушила. Короче, все как всегда у детей. Окей. Вот. Сейчас пытаюсь, чтобы мы немножко здесь прибрались. Потому что все было опять развалено. Сегодня вообще Авелина мне толком не давала и не приготовить ничего. И, в общем, просилась постоянно на руки, чтобы я с ней играла. Или просила всякую запрещенку, типа стеклянного чайника. Там какие-нибудь предметы, которые мне нужны, типа скалки там. Мне тесто раскатывать. А ей обязательно же тоже это надо. Вторая скалка не нужна, надо именно мое. Все, в общем, как всегда у детей. Так что, ладно. Слава богу, все мы. Класс, Авелина? Ну что, провалилась. Все, теперь только папа нам достанет. Папа. Ну да, теперь только папа. Надо все отодвигать теперь. Тумба тяжелая, доченька. Теперь папа только достанет. Она вон туда провалилась, я не достану. Нету. Папа. Да. Ну-ка, показывай. Фрык, фрык, фрык. Не упади. Баба, встань туда. А, ты куда хочешь прыгать? Вот так, да? Вот так вот. Ты хочешь прыгать вот так? Прыгать, 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 прыгать. Она ждет постоянно эти попрыгушки. Прыгать вот так вот, да, хочешь? Ты хочешь прыгать вот так вот, да? Хочешь, да? Отчи, отчи. Кр Friends. по всем храмам сегодня проехать чтобы найти да ладно да подожди да я твою тоже спрашивала ты нашла на авелина веришь она уже ее поцеловал да все а больше нету бабе здесь обалдеть дочь а вот это игру ли а еще два еще до вечерние чаепитие а